Компания Schwint с 1992 года является мировым лидером в производстве эксимерных лазеров, предлагая пользователям неизменно высокое качество, уникальные технологии и абсолютную безопасность процедуры. Компания Schwint не раз удостаивалась наград за технологические разработки. Например, в 2008 году ей было присуждено звание лидера индустрии в Германии и награда за передовой опыт в медицинских разработках. Эксимерные лазеры Амарис успешно используются в ведущих клиниках России и СНГ. Важную роль в работе эксклюзивного дистрибьютора Schwint играет референтный центр в Москве – клиника «Сфера» профессора Эскиной Эрики Наумовны. За 22 года профессор Эскина выполнила в своей клинике тысячи операций с наилучшим для пациентов результатом. Ее клиника является одним из наиболее известных ведущих рефракционных центров в России. Сфера – референтный и обучающий центр для потенциальных пользователей Амарис, являющихся новичками в рефракционной хирургии. Сфера является клинической базой курсов усовершенствования на базе кафедры ФМБА. Предоставляется возможность понаблюдать за ходом операций, ознакомиться с работой клиники, ведением пациентов и т.д. Проводятся презентации на всероссийских конференциях и вебинары. Получаемые клинические данные публикуются в ведущих офтальмологических журналах. Использование лазера Швин Тамарис позволяет нам получать гарантированный точный результат, быть уверенным в безопасности пациента и обеспечивает комфорт и скорость операции для хирурга и для пациента. Учитывая постоянный рост требований к медицинским технологиям, компания Швин делает акцент на внедрение инноваций при условии тесной обратной связи с практикующими врачами. Результатом явился новый ассортимент изделий Швин Тамарис на базе усовершенствованного эксимерного лазера, гарантирующего превосходный результат и безопасность для пациента в каждом случае. Что же обеспечивает те уникальные результаты, которые мы получаем на установке Швин Тамарис? Ну, в первую очередь, это сочетание технологий, которые заложены в эту систему. Это и система слежения за взором, которая является самой быстрой на рынке. Ее частота составляет 1050 Гц. Таким образом, она опережает работу лазера и обеспечивает попадание абляции именно в ту зону роговицы, которая нам необходима. Во-вторых, это, безусловно, сама частота лазера, потому что варианты, возможно, разные, но в любом случае, этот лазер является одним из самых быстрых на рынке, и таким образом обеспечивается и контроль за пациентом, потому что ему не нужно ждать долго, и быстрота операции, и соблюдение тех самых параметров абляции, которые обеспечивают точность операции. Контроль за динамической и статической циклоторозией, которые обеспечивает эта система, позволяет исключить погрешности, особенно при коррекции астигматизма высокой степени. Система онлайн по химетрии дает нам возможность чувствовать себя безопасно при формировании клапана и при поверхностных абляциях, и быть уверенным в том, что мы оставили именно ту толщину роговицы, которая необходима. Ну и комбинация всех этих параметров и возможностей позволяет добиваться уникального восстановления остроты зрения даже при поверхностных абляциях, и вершиной эволюции лазерной коррекции зрения, которая применяется здесь, в этих системах, является технология ТрансФРК, Трансэпитолиальной одномоментной фоторефракционной кератектомии, которая в комбинации с технологией СМАРТСФЕРФ, которая обеспечивает абсолютную гладкость поверхности и великолепную скорость заживления, дает возможность бесконтактно и бесстрессово провести коррекцию миопии в самой высокой степени у пациентов с различными патологиями рефракции. Таким образом, система дает нам возможность почувствовать себя уверенно и обеспечивает безопасность пациента и великолепный результат. В рефракционной хирургии особо важную роль играет процесс диагностики. В качестве диагностической станции используется корнеотопограф «Сириус» на основе шаймплюг-камеры и колец пластида. Установка «Сириус» является уникальной, поскольку объединяет в себе шаймплюг-камеру и анализатор колец пластида. Это позволяет нам исследовать переднюю и заднюю поверхность роговицы, роговичные аберрации. Это позволяет нам планировать операции, что очень важно, в той же установке, в которой мы проводим исследования. Мы исследуем также и синдром сухого глаза с помощью этого прибора, а именно проводим мейбомиографию и исследуем время разрыва слезной пленки. Также есть возможность анализировать диаметр зрачка в различных стандартизированных условиях освещенности, а также рассчитывать хрусталики по методике ray tracing. Таким образом выглядит программное обеспечение «Стандартное окно» программы Phoenix. В первую очередь мы проводим исследование зрачков в различных условиях освещенности. Для этого проводится темновая адаптация пациента. Мы здесь видим, что диаметр зрачка пациента меняется и уменьшается с ростом освещенности. Это очень важно для выбора оптической зоны пациента. Дальше проводится исследование непосредственно роговицей. Например, на этом изображении мы видим и толщину роговицы, и мы видим элевацию передней поверхности роговицы и задней поверхности роговицы. В верхнем меню прибора вы видите различные возможности, в том числе скрининговая программа по диагностике кератоконуса, в том числе скрининговую программу для исследования глоукомы. Речь идет в основном об анализе параметров угла передней камеры, в том числе программу для расчета интрастромальных колец, в том числе программу для оценки роговичных аберраций. Вы видите, что здесь анализируются и аберрации высокого порядка, мы видим с вами разложенные аберрации церники, но мы также можем выбрать диаметр роговицы, в котором производится анализ этой аберрации. Этих аберраций это важно нам для последующего планирования. Пока мы смотрим анализатор слезы. В данном случае пациент тоже перед операцией проходил это исследование, и мы с вами видим исследование, которое показывает нам время разрыва слезной пленки, то есть проба Норна, и вы видите, что поверхность глаза в целом покрыта слезной пленкой хорошо, за исключением некоторых зон, в которых разрыв слезной пленки происходит 8,7 секунды после открытия глаза. Следующая программа, куда мы идем, это Custom Oblation Manager или планировщик операций. В этой ситуации данные симпортированы, но симпортированы, как вы видите, только аберрации высокого порядка. Данные манифестной рефракции, которые мы получаем в результате исследования, нужно внести оператору вручную. Вы также видите, что здесь можно занести параметры зрачка, то есть offset зрачка. Вы видите, что есть линейка операций, которую можно выбрать для того, чтобы точно прибор рассчитал погрешности и поправки в зависимости от метода вмешательства. Мы можем выбрать от трансферка до фемтелассика, и даже есть возможность рассчитать по программе Relief, то есть это реоперация при подъеме клапана. Также есть возможность учитывать изменения коэффициента абляции роговицы на роговицы, перенесшей кросслинкинг. Таким образом, мы с вами выбираем программу трансферка у этого пациента и переходим на следующий этап планирования. Дальше мы попадаем в окно планировщика, и здесь можем планировать как диаметр оптической зоны, так и видеть, какая будет переходная зона для того, чтобы мы могли заранее оценить диаметр воздействия лазера. Предположим, что толщина роговицы данного пациента чрезвычайно маленькая, 440 микрон, и нам нужно с вами сохранить при этом достаточную толщину остаточной роговицы. Здесь нам на помощь с вами приходит менеджер программного обеспечения, который позволяет кастомизировать уже кастомизированную абляцию, то есть уменьшить глубину воздействия на роговицу. Мы здесь с вами можем уйти в программу уменьшения глубины, нажать ее, и система автоматически рассчитает максимально возможную тканесберегающую программу.